В Академическом районе Екатеринбурга, возле спортплощадки и новой многоэтажки с номером 41, на улице Академика Парина, под прицелом камеры наружного наблюдения, стая бродячих собак напала на женщину, которая уже за полночь вышла погулять во двор со своим шпицем померанским на поводке. Наталья вовремя заметила двух псов, которые мчались в ее сторону. Подхватила на руки мелкую собачонку. В этот момент один из псов укусил ее за ногу. А второй, женщина полагает, что это был божак стаи, набросился на агрессора, повалил его в снег и покусал, вероятно, за нарушение субординации. Пока псы барахтались в снегу возле спортплощадки, к даме с собачкой подбежали еще четыре бродяжки. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Наталья не выхватила из кармана фонарик с электрошокером. Псы разбежались. А женщина, прихрамывая, вернулась домой и обнаружила, что сапог прокусан, а на ноге остались следы от собачьего укуса. Наталья, несмотря на поздний час, вызвала такси, съездила в травмпункт. И доктор уколол ее от столбника и прописал пациентке курс из шести обязательных прививок от бешенства. Наталья обратилась к управдому, и тот сообщил ей, что по их заявке из 12 бродячих псов, которые давно уже кошмарят их двор, пятерых уже отловили, остальные в бегах. Как сообщила женщина в комментариях Тау, накануне из окон своей квартиры на 13 этаже она наблюдала, как та же самая стая собак часов в 8 утра набросилась на мужчину, который выгуливал у Абрадора. Тот от псов кое-как отбивался снежками, а ведь у нас во дворе детский садик с ясельной группой. Страшно себе представить, если бродячая стая нападет на маму с ребенком. У самой Натальи двое детей, и теперь она опасается отпускать их гулять со шпицем, без электрошокера. Про эту стаю бродячих собак мы уже рассказывали. С осени псов было на пару штук больше, но оставшаяся полудюжина пугает местных жителей. Уже больше года. С тех пор, как жильцы поселились в новом доме. Жители Академии предполагают, что бродяжек подкармливают гастарбайтеры с соседних новостроек. Наталья обращалась по поводу бродячей стаи к чиновникам администрации, и ей пообещали дать ответ. В течение ближайших 33 дней. Субтитры создавал DimaTorzok